На Донбассе самое серьёзное обострение за последние полтора года. Киевские силовики уже больше суток не прекращают обстрелы ДНР. При этом применяют запрещенные минскими соглашениями виды вооружений, тяжёлую артиллерию и ракетные системы залпового огня. Погибли пять человек, около десяти ранены. Под огнём Донецк, Авдеевка и Макеевка, где снаряды попали в больницу и школу. По странному стечению обстоятельств происходит всё это во время визита главы Украины в Германию, где Порошенко встречается с Меркин. На фоне заметно упавшего интереса западных СМИУ к украинской тематике, что подтверждает количество журналистов, освещающих этот визит. Тема — Минские соглашения. И, похоже, Порошенко услышал те слова, которых ждал, когда готовил эту поездку. Канцлер заявила, что режим прекращения огня на востоке Украины фактически не действует, дав возможность Порошенко с удовольствием поддакнуть, что санкции против России в этой связи надо продлить. О том, зачем сейчас Киеву кровь, наш военный корреспондент Александр Сладков. Самое жаркое место — северная окраина Донецка у посёлка Авдеевка. Сейчас основные боевые действия в фронт зоны идут. Так называемую серую нейтральную территорию самовольно, в нарушении Минских соглашений, занимают украинские войска. Теперь их вытесняют. В связи с поражениями на фронте, в ответ украинская артиллерия всё чаще стреляет по мирным жителям. Сегодня их артиллерия ударила по 32-й средней школе в Макеевке. 500 учеников и учителя оказались в опасности. Видели только один взрыв? Он где-то метров 300-400 от школы. Очень громко, сильно было. Дети начали бояться, испугались, кричали. И мы, естественно, что мы вывели детей. В течение 7 минут однозначно мы детвору спустили. А потом начали обзванивать родителей. В течение 30 минут родители забрали. Учителя проводят с нами инструктаж, как вести себя по их взрыве. Ещё один снаряд разорвался на территории детской больницы в Макеевке. Погибла пожилая женщина. Она была здесь администратором. На скорой увезли двух работников теплосети. Они как раз тут на территории были. Она, наверное, открывала ворота, им рядом была. Вот 100 метров детская больница, детская приёмная поликлиника. Украинские войска почти год хозяйничают в серой зоне. И вот теперь эта ситуация постепенно меняется. Их оттесняют, лишая возможности обстреливать столицу ДНР. Боевые действия здесь, в промышленной зоне, под Авдеевкой продолжаются. Александр Флотков, Игорь Клейн, Виталий Дуплищ, Олег Бондаренко. Вести. Донецк.